Доброе утро, дорогие друзья! Добрый день! Не знаю, что у вас там, добрый вечер. Я просто хочу показать вам, какая пришла к нам погода, наконец-таки, после зимних майских праздников. Именно зимних, потому что снег у нас тут был такой, что просто ужас. Лето пришло, градусов 20, то, что нужно. Сегодня воскресенье, и я сейчас вам все расскажу. Еще раз здравствуйте всем. Так, кто подписан на меня в телеграм-канале, тот уже видел, что ко мне приезжала Зарина. Я обещал рассказать ее причину приезда. И, кстати, пользуюсь случаем, еще раз хочу прорекламировать свой телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, здесь покажу, как он выглядит. Внизу будет в описании ссылочка на него, и также в закрепленных комментариях тоже будет ссылочка. Я там на каждодневной основе, между прочим, рассказываю про шикарные парфюмы. Вот, допустим, вот такой вот набор. Ну, это же не так будет выглядеть, он будет вот так упакован. Гарибовский набор, неделька. Очень яркие, сочные, летние, стойкие, главное. Ароматы, вот они тут по 10 миллилетрах. Допустим, что это? Apple Lotus. Поэтому подписывайтесь. Там не только про это, там про любые ароматы и парфюмы я рассказываю. Минутка рекламы закончилась. Ну, кстати, здесь я еще вставлю обязательно то, что я подарил Зарине, наверное, после этого. А потом уже будет то, что я снимал, причину приезда Зарины. В общем, никакой тайны, интриги и какой-то сенсации не буду из этого делать. Причина приезда Зарины – это был кастинг на конкурс «Новой волны» в Сочи, который проходит уже много-много лет. Был перерыв, по-моему, два года. В этом году он будет. Но, сразу скажу, к сожалению, к сожалению, Зарина не прошла. Не прошла кастинг. Два дня был кастинг. Первый день было, значит, задание спеть. Вот этот раз вообще не изменили все условия. Может быть, поэтому, кстати, одна из причин, что Зарина не прошла. Потому что, сейчас расскажу почему. В общем, задания были такие. Значит, исполнить песню «Хит своей страны на русском языке», «Хит своей страны на родном языке», значит, «Своей страны», да, и «Свою авторскую песню». То есть, обычно там бывают, были условия, что нужно спеть какой-то фирменный хит, там, заграничный на английском или еще в каком-то языке. В этот раз нет. Нужно было, чтобы продемонстрировать свою песню. Главное, чтобы было, это «Свою авторскую песню». Такое ощущение, что конкурс будет теперь какой-то авторской песни. Вот, я сюда вставлю выступление, вы сами все оцените, посмотрите. Я считаю, что Зарина очень круто выступила. Мы вообще не волновались, ни я, ни Зарина, потому что как-то были уверены, что пройдет. Вот, но на самом деле было очень много участников и очень достойных и сильных участников. Но выбрали вообще не достойных и не сильных, как ни странно. Я не знаю, мне кажется, они вообще изменили специфику конкурса, потому что, допустим, среди нас были финалисты шоу «Голос» из Белоруссии, парень им был. Девушка была победительна со «Славянского базара». Никто из них не прошел. А прошли, ну, допустим, там 2-3 человека. Я не буду называть, потом сами, может быть, на конкурсе посмотрят. Не хочу обсуждать и оценивать их выступления. Но мы с Зариной обсуждали, она как профессионала, и я как непрофессионал. Тоже сошлись в одно мнение, что это очень странно. Очень странно, что эти люди прошли. Слабые, по нашему мнению, слабые. Поэтому как-то так. Я очень расстроился. Я прям вообще в первый вечер, я прям шел, мы же молчали, блин. А Зарина, вот за что прям уважаю, что она вообще не расстроилась. Вот вообще. Я думал, что она будет сильно там переживать. Ну, просто мы это расценили как приезд, встреча, в очередной раз повидаться и все. Поэтому не расстроилась она. Как приключение. В Москву ко мне повидаться. Мы еще потом встретились с папой, погуляли, в ресторанчике посидели. В общем, настроение было все хорошо. Поэтому я просто знаю, что вы будете переживать и поддерживать. Спасибо огромное. Но действительно, как бы, ничего там такого нет. Ну, это же не смертельно. Обидно чуть-чуть, да. Но я говорю, что что-то они вот изменили свои какие-то, не знаю, вообще специфику этого конкурса. Что-то, что-то все по-другому как-то. Непонятно вообще, честно говоря. Вот. Вот и вся причина ее приезда. Два дня побыла. Первый день был конкурс. Второй день мы гуляли. Везде по Москве, по центру. Короче, что-то я поснимал. Я сейчас сюда все выложу. И вы посмотрите. И само выступление посмотрите. Моя любимая песня «Земля моя» Розы Рымбаевой. Потом другая на казахском была. И авторская. Причем, кстати, там очень часто, знаете, как невозможно заслушать полностью все песни. А ее первую на казахском полностью прослушали. Вторую практически до конца «Земля моя». И только на авторской, на полпесни ее прерывали. То есть, как бы, если сравнивать с другими, ее больше всех прослушали. Ну, к сожалению. Ладно. Это не смертельно. Главное, что мы увиделись. И все. Поэтому. Поэтому приятного просмотра. Хорошего дня. Телеграм-канал внизу. Гарибовский набор здесь. Для заказа пишите туда. Я его рекламирую, потому что это отдельная история. У меня на телеграм-канале по запросу я вам скину обзор на каждый. На каждый из них. Они все разные. Семь штук. Это по мотивам Зелинского сделано. Поэтому все. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Пока-пока. Добрый день. Всем привет. Как мне неудобно-то. Нельзя было каблучок одеть повыше. Во. Вот так. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Смотрите, кто у нас в гостях. Вот так. Гуляем. Сегодня первый день. Тепло. Ну, мне придется сюда, конечно, кто-нибудь ставить кусочек-то. Того. Это, конечно, все будет зависеть от того, от результата сегодняшнего выступления. Может, этого видео вообще не будет. Может, мы вот идем гулять на, типа, на Красную площадь. Хочется попить кофе. В Гуме. О, мороженое. О, давай, давай, все. Мороженое гумовское легендарное. Возле фонтана зачекинется. Расклеру не кормить, а тогда деньги потратить. Слава Богу, как тепло сюда. А то прям вообще был холод. Собачий. Позвольная картина. Или это не картина? Ладно, все. Ай, какова красота. В Гуме-то. Это мой первый торговый центр. Нет, магазин, когда я в Москву приехал, гулял здесь. Здесь было прям мое любимое место. Да. Так, что они в этот раз бросили там в воду? Ничего, по-моему. Да. С замороженными. Здесь слал на очередь, а там никого не было. Подойдите, Гру, одну минуту. Что, мы попить не будем? Нет, нет. Ой. Да, не сказал. Да. Хорошо сидим, да, дочь? Очень красиво. Когда хорошо выступил, имеешь право хорошо посидеть, да? Ну, я-то не считаю, что я хочу выступить. Ну, это естественно. Даже вообще вопросов нет. Друзья, ну вы сами все в комментариях напишите. Как она не очень выступила. Тоже вот ваше мнение очень интересно. Пишите. Ничего скрывать не будем. Выложим как вообще, без монтажа. Как она есть? Да. Без обработки. Там на 10 минут аж. Нет, блин, мы с такого говорим. Да? С чего ты так решила-то? Может, потом ты будешь выкладывать? Ну, я буду выкладывать. Может, ты-то и не будешь, а я буду. Ладно, пойдемте. По-никольски пошвырнемся. С ростать ищите. ПО-никольски пошвырнемся. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok боже какое солнце друзья привет это уже следующий день мы сейчас записывали уже я уже выдохся когда значит снимали для этого телеграм-канала кстати подписывайтесь на телеграм потому что у меня есть телеграм где рассказываю на каждодневной основе обзоры ароматы собственно сейчас тоже мы сделаем вам для ютуба для моих подписчиков ютуба все-таки вас здесь больше 10 раз кстати да сейчас переверну камеру и покажу что я подарил зарине и она нам вкратце расскажет про эти ароматы в общем друзья вот так и стой красиво ты как в этом знаешь в саду цветущем саду в общем я спросил за чтобы было видно перед приездом я спросил что тебе подарить из ароматов вот она сразу не раздумывая сказала что ты хочешь что ты всегда хотела самый культовый аромат французского ароматного дома 540 который бакара до 540 а ты знаешь чему посвящен там что же есть история бакара это же посуда это же как это вот как тебе сказать ты не знаешь что такое бакара кстати историю самого аромата я не знаю это бы есть такая как бы посуда дорогущая сейчас как-то странно мы выглядим не знаем истории ну ладно неважно вот опиши вот очень красиво описала что ты чувствуешь это парфюм уверенной роскошной женщины которая своей уверенностью заходя в помещение делится с окружающими то есть ты заходишь и все понимают что здесь роскошная женщина если просто падают штабелями вот но максим щедро души человеком конечно не обошелся просто бакарой бакарой и в преддверии моего дня рождения наш любимый уже всеми любимые это самый продаваемый у меня парфюм кстати флёрт наркотик это мастхэв да от x нехило так она пишется x типа нехилый нехилый такой ароматик да а бакару кстати я предложил арабскую версию это одна из самых лучших версий это мне не то что там сделано я имею ввиду дать как бывает турецкие в турции разливают там в китае разливают нет это именно арабы сделали свою версию бакары совершенно не стесняясь и слизана все но по стойкости это самое крутое качество я считаю еще посмотрите на обратной стороне какая там люстра а да ладно ну это вот они любят арабы дорого-богато дорого-богато поэтому вот такие вот у нас в общем едут домой с такими роскошными подарками считаю что у каждой женщины вообще у женщины что быть много потому что у нас женщина она такая сегодня я сегодня императрица завтра я страдающий страдающая душа завтра драма queen пусть завтра я такая-то и на каждый день на каждое настроение должен быть определенный парфюм вообще всем это мне кажется такое продолжение человека продолжение тебя поэтому не жалейте денег на ароматы и обязательно покупать именно у максима хорошая реклама спасибо друзья переходим в телеграм-канал и там у нас есть все ссылочки все писали да это по здорово да я авторский репертуар зарина если бы тоже латинице подписано данной газе написано мой музыка если бы я если бы я знала тогда я бы не допустила нам счастье если бы мы не 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 Я бы тебя не отпускала, целого в земле. Если бы ты были мечты, Мы бы не зарепетли, Настя только истинной счастье. Наши власти.